Наша история началась в шестнадцатом году. Моего сына судили на 14 лет и 6 месяцев строгого режима по статье 2.2.8, часть 5. Конфликт начался еще, когда я работала администратором в мегаполисе. Я видела, как подкидывали наркотики невинным. И много мальчишек село, ну кто на 3 года, кто на 5 лет. Наш знал следственный комитет об этом, как бы там где-то и крышевала наша полиция, потому что это все на глазах происходило. Но я всегда говорила, что когда-то найдется у вас управа. Моего сына берут в марте месяца 14-го числа. Когда его привезли в суд, судья Григорьев задает вопрос Барышевой. Зачем вы его, как бы, никаких доказательств. Барышева встала и сказала, у меня есть козырь, за 2 недели я предоставлю вам доказательства. На этот момент присутствовал помощник прокурора Медведев. Мы не поняли, что это за козырь, но потом оказалась эта пресс-хата, где моего сына избивали 12 дней, выбивали показания. После этого пошли мне угрозы. Приезжали ко мне на работу, говорили моим знакомым, что я торгую наркотиками. Это говорил Иванов, это говорил Титаренко, это говорил Дозоров. Мы наняли другого адвоката, я приезжаю к нему в его офис. Он мне рассказывает, что Максима избили, забрали вещи. Мы поехали с ним на тюрьму. На тот момент был Моисеев, начальник. Мы тут же сразу обратились в Следственный комитет, в прокуратуру. Мы когда приехали к Максиму и увидели синяки, его замазывали тональным кремом, сфотографировали. Ну и в общем, потом сделали так, что якобы адвокат наш, извините за выражение, дурачок, не так понял, Бурбина. Я сама ходила на прием к Мясникову, но там разговор у нас не состоялся, потому что сразу он мне дал понять, что это не пионерский лагерь, а тюрьма. После моего визита к Моисееву, моего сына сильно избили. И когда пришел адвокат Андрей Владимирович, он говорит, он ни пить, ни есть не может. Приходил к моему сыну Калинин и Дозоров. Они сказали, подписывай вот эти бумаги, он сказал, я ничего подписывать не буду. Но Дозоров отвернулся, с Калининым там пересмотрели, сказал, ты все равно сейчас все подпишешься, все, что нам нужно. Но спасло их то, что, как Максим сказал, им зазвонил телефон, и они быстро ушли. Неоднократно к моему сыну подходили сотрудники тюрьмы. Это был Стеклов. Приходил Шабанов, это начальник уголовного розыска. Приходил опера, сказал, ты же живешь где Саратовская, но на Саратовской, там гаражи стоят, типа там вот машины воруют, колеса снимают. Возьми на себя 159-ю. Максим сказал, я ничего брать не буду. Свидание мне дала Дементьева, там через какое-то время. Я пришла к сыну, ну вроде бы как-то он уже держался бодрячком, но всегда задавал мне один вопрос. Мам, за что я сижу здесь? Я не могла ему ничего ответить. Я сказала, что сынок разберутся. Я обращалась в Саратовскую прокуратуру. В нашу прокуратуру шли только одни отписки. Самое интересное то, что когда сына видел по надзору, тот момент был крепится, Захар Юрьевич, он видел на тот момент синяки, но никак не отреагировал. Я прихожу на свидание, и мне сын говорит, тут приходил, говорит, ко мне следователь, с адвокатом, как бы мне предлагают подписать явку с повинной. Он говорит, я не знаю, как я могу сам себя обвинить, того, чего я не делал. Я всегда была на стороне закона. Я знаю, что такое наркотики. Я знаю, что если человек виновен, он должен понести наказание. Но когда человек не виновен, как можно человека осудить на такой большой срок, когда нет никаких доказательств? Суд у нас происходил, но это был какое-то шоу. Если честно сказать, я думала, что это снимают в кино. Когда сидит судья, занимается своими делами, это Кананыхина, сидит Хармушин, смотрит в одну точку, такое впечатление, что один Прокудин ведет судебное заседание. Вместе с Бородкиным они там решают судьбу человека, а остальные об этом как бы не присутствуют. И когда прокурор Бородкин давит на свидетелей, даже есть у нас аудиозапись, где он, видать, подзабылся, что находится в суде, и у него чуть ли не вырвался мат, когда свидетель говорит, я знаю такого Бурбина, знаю его как спортсмена, но никак не наркомана. Но тут он не выдержал, и у него сформалось слово, но тут же он вовремя остановился, с обыском тоже непонятно. Через две недели после ареста приехали к нам наркоконтроль. Стояла Барышева в калитке, когда она повернулась, я сказала, вот познакомьтесь, это понятые. Я увидела эту девушку, что она везде была у них, как бы курьер, или как она, с ними всегда ездила, она и в мегаполисе всегда там участвовала, когда брали кого-то с наркотиками. Я сказала, что нет, у меня будут свои понятые. Следователь Барышева занервничала, занервничал начальник Стрельников, он сразу отошел к машине и убрал эту девушку. Я пошла за соседями. Соседи мои пришли, зашли мы в сарай, значит, мои соседи, я и тут же прям вбежал Калинин и я вот не знаю фамилии, сейчас он работает водителем, возит начальника полиции, на тот момент он у них был водителем, они ломали мне колеса. И на последнем колесе у одного из сотрудников падает с рукава, свитер падает, пакетик. У нас одна из понятых, ну как бы закричала, это была женщина, она закричала, что делать, я на тот момент как бы стояла боком, я поворачиваюсь, но уже он этот пакетик поднял, он занервничал и они тут же вышли. Я на улице им говорю, а как же так, это что, весь обыск, вроде бы как по такой статье вы должны тут как бы чуть ли не носом рыть землю. Ну на что Калинин, вроде как, видать, ему неудобно стало, он тут же заходит, ну там доски немножечко, ну сделал такой вид, что он еще немножко сделал обыск и все, тут же Барышева занервничала и они уехали. Еще хотела бы я уточнить, когда сын у меня находился на СИЗО, он находился под чешим фамилиям в медсанчасти. Когда я обратилась к Арестову, это начальник медсанчасти, он поначалу как бы менжевался, но потом все-таки сказал, что да, это может быть ошибка, но как такая же может быть ошибка? Это просто мне непонятно. Были угрозы мне, мне били по голове, мне много раз угрожали. Угрожал лично мне Иванов, он приезжал ко мне ночью и сказал, ну смотри, будешь лежать в психушке вместе со своим сыном. Когда это я все обдумала, потом я поняла, что почему он так себя вел. Мама у него работала на тот момент в полиции, в наркоконтроле, и все об этом знают, что мама как бы крышевала его. Сейчас мама работает дознавателем, а он работает просто оперативником. От Иванова, от Иванова пострадали не только мой сын, но многие в военном городке его вспоминают недобрым словом. Ходил он у нас как король. Я хотела бы вот обратиться к прокурору области, к Филипенко, к Сергею Владимировичу. Я очень вас прошу разобраться в этом непростом деле и наказать виновных, кто причастен к этому уголовному делу. Я надеюсь на вашу помощь. И все-таки, когда я была у вас на приеме, я была уверена, что вы нам поможете, но нечестные, видать, ваши сотрудники вам предоставили информацию, что уголовное дело все-таки правильно сделано, как бы раскрытое и осужденный понес наказание 14 лет по закону. Я хочу, чтобы по этому громкому уголовному делу были наказаны Панферова Ольга Сергеевна. Раньше работала в Балашовской прокуратуре заместителем помощника прокурора. Сейчас она работает в Лысых горах прокурором. Также Калинин Алексей, он работает в полиции у нас в Балашове. Иванов Андрей работает в полиции. Дозоров, он сейчас работает коллектором при банке. Китаренко, он работает сейчас в Калининске. Насколько мне известно, заместитель начальника ИВС. Следователь Сурдякова Оксана Борисовна, Дементьева Ольга, Митрюшкина Людмила Николаевна. Они все работают на тех же должностях. Я хочу обратиться к прокурору Российской Федерации к Юрию Чайко. Пожалуйста, помогите нам разобраться в громком уголовном деле. Моего сына осудили на 14 лет и 6 месяцев по статье 228, часть 5. Дело было сфабриковано. Разберитесь, пожалуйста, в этом непростом деле. Мы хотим, чтобы справедливость вас торжествовала. Продолжение следует...